Трудовые споры между работодателями и работниками это часть деловых отношений, которые могут серьезно помешать бизнес-процессам и нанести серьезный ущерб работодателю. Частая причина разногласий – ошибки, которые совершает предприниматель в силу незнания трудового законодательства. О причинах трудовых споров и вариантах их решения расскажет Оксана Воложенинова, руководитель юридической фирмы «Закон». Первая и основная ошибка – это отсутствие знаний в области права, именно трудового права. До сих пор многие работодатели не утвердили спецоценку условий труда, выплачивают заработную плату меньше, чем минимальный размер, либо заключают гражданско-правовые договоры вместо трудовых договоров, где работник может легко обратиться в суд и доказать действительно, что между ним и работодателем именно трудовые отношения и получить те гарантии, которые предусмотрены трудовым законодательством. Это оплата отпуска, это дополнительные гарантии, связанные с больничными листами, выходными пособиями и так далее. Поэтому обязательно совершенствуйте свои знания в области именно трудового законодательства. Вторая ошибка – это отсутствие грамотно составленной документации. Работодатели не проводят аудит кадровых документов, которые достаточно часто меняются в современной реальности. Заключают трудовые договоры, которые скачивают с интернет. И данные договоры, конечно, содержат большое количество ошибок, которыми потом могут пользоваться работники. Следующая ошибка является несоблюдение процедур в трудовых отношениях. Частая ошибка связана именно с применением дисциплинарных взысканий. У нас существует три дисциплинарных взыскания – это замечания, выговор и увольнения. Многие работодатели думают, что лишение премии – это и является дисциплинарным взысканием. Но это абсолютно не так. Есть определенная процедура применения этих взысканий, особенно в виде увольнения. Прежде чем применить дисциплинарное взыскание, по закону вы должны за два рабочих дня затребовать у работника объяснение, в связи с чем он совершил определенное нарушение. Именно либо трудовой дисциплины, либо каких-то иного правила распорядка трудового. Если это не сделать, работник в судебном порядке может доказать, что увольнение было незаконным, суд восстановит его на работе, заставит выплатить заработную плату за время вынужденного прогулы, компенсировать моральный вред. Согласитесь, это негативные последствия для работодателя. Поэтому обязательно соблюдайте все процедуры в сфере трудовых отношений. Следующей существенной ошибкой является выплата серой заработной платы, когда работник получает официальную заработную плату и дополнительные бонусы в виде серой заработной платы, которая нигде не значится. Но когда возникает трудовой спор, работник приходит в суд и доказывает наличие выплаты именно этой серой заработной платы, доказывает, что зарплата ему не выплачена в полном объеме, приносит сведения с сайтов по поиску работы, где данный работодатель ищет работника той же должности с другой заработной платой, приносит переписку, какие-то расчетные листы относительно серой заработной платы. Поэтому данные ошибки являются максимально критичными для работодателей, которые их совершают. Основные рекомендации, которые я могу дать работодателям, это, конечно, обращаться к грамотным судебным юристам, которые могут на начальном этапе уже построить линию вашей защиты при наличии будущего трудового спора, совершенствовать свои знания в области трудового законодательства и хотя бы раз в год проводить аудит кадровых документов, чтобы улучшить ваши бизнес-процессы и ваша репутация всегда была на высоте.